Владимир Жириновский в Щелкове не в первый раз. Приезжал во время прошлой избирательной кампании. А вообще-то Щелково для него не случайный город. Немногие помнят, но депутатом Государственной Думы первого созыва в 1993 году Жириновский стал именно от Щелковского избирательного округа. За него тогда проголосовали 104 тысячи избирателей. О тех временах напомнили кадры видеохроники и фотографии на баннере. А Щелково нет? Щелково надо было подготовить. Но тогда мы еще не имели прислужбы. Не было своих фотокамер. Даже аппарата не было. Фотоаппарат. Денег не было. Я партию убил на выборах и открываю. Кошелек пустой. Успешным для себя и своей партией выбором 1993 года политик посвятил пресс-конференцию, которая прошла в историко-краеведческом музее. Признался, что такие выборы мог бы и повторить. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Ирина Микеда, Щелковское телевидение. Я хорошо помню те выборы 1993 года. Я тогда даже за вас голосовала. А вопрос у меня такой. Если бы вам предстояло сейчас пойти на выборы не по партийным спискам, а по одномандатному округу, выбрали бы вы Щелково еще раз. Спасибо. Ну, конечно, Щелково как-то я к нему прикипел. Был здесь избран. Поэтому, если бы надо было идти по одномандатному округу, то я бы мог, конечно, снова избрать Щелково. Потому что это и Москва рядом, и крупнейший город Московской области. Но я бы думаю, как бы так сложилось, что где-то было много информации, и Щелково-Щелково, и я решил пойти по этому округу. 1993 год. Времена были неоднозначные, вспоминал Владимир Жириновский. С одной стороны, разруха в стране, кризис в экономике. С другой, у граждан появилась возможность приватизировать жилье, выезжать за границу, приобретать хорошие автомобили и технику. Лучшие дни в истории ЛДПР. Потому что, несмотря на все остальные достижения, это был праздник. Впервые в России свободный выбор. И впервые побеждает партия, никак не связанная. Были выборы свободные и при царе. Четыре дума государственных. Первая, вторая, отечественная. Но там были партии помещиков, огромные деньги, фабриканты, банкиры. То есть люди, связанные с элитой политической. ЛДПР никакой элиты. Я из самой бедной семьи. Никаких званий и регалий. Отца в лагерь большевики посадили, бабушку на соловки. Вот такие достижения есть. Соловки и сибирский лагерь. По окончании пресс-конференции Владимир Жириновский осмотрел экспозицию историко-краеведческого музея, посвященную военному периоду. Судя по всему, она не оставила политика равнодушным. Директор музея Наталья Богданова подарила гостю фирменные сувениры и фотографию дома Синицына, в котором расположен музей. Владимир Жириновский оставил автографы на память и под марш прощания славянки уехал дальше по своим важным государственным делам. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Селковское телевидение.